Всем привет! Хочу рассказать о своей второй готовой работе. Это наборчик из той же серии, что и Метрика, которую я уже вышивала. Набор от компании РТО. Называется Чудесная прогулка. В набор входит канва АИДА 14. Размером это 22х18 вышивка и мулине ДМС. Вышивается очень легко. Я вышила всего лишь за 2 дня, за выходные. Схемка маленькая, понятная. Понравились опять же обозначения. То есть все-все-все понятно. Вообще для начинающих, мне кажется, вот такие наборчики само то, что нужно. Потому что тут есть и бленды, то есть смешение цветов, и полукрестики, и есть бэкстич. Он и в одну нитку идет, и в две ниточки. И даже есть французские узелки, пара шпичек для глазок на зайчики. А вот две нитки. Бэкстич для волосиков и принцесски. Почему я стала вышивать этот набор? Ну, тут две причины. Первая это то, что сестричка, которая подарила метрику для ее доченьки, вообще она в восторге была от вышивки и попросила меня вышить продолжение. Я вот тоже сама же загорелась. Как бы у РТО есть только две такие вот картинки. Но в интернете я нашла, что девочки сами делали схемы по иллюстрациям Марины Федотовой. Я как бы их еще особо не смотрела. Посмотрю, если что-то стоящее, там хорошие схемы, то тоже вышью. И пока вот не оформляла, думаю, если будет несколько одинаковых картинок, ну, в одном стиле, думаю, как их оформить. Может, какие-то надписи интересные сделать. И вторая причина это то, что начала вообще вышивать вот эту картину. Начала так с азартом. Думала даже ее успеть завершить до Рождества. Она называется с Рождеством. Это набор от Золотого Руна. Но столкнулась с тем, что на Новый год мы уехали к родителям мужа, к моим родственникам, по гостям. В общем, ездили. И мне как бы приходилось вышивать на пяльцах. Плюс где придется, когда придется. То есть, ну, как-то не устраивало мне качество вышивки. Оказалось, что вот вышивка меня делает какой-то перфекционисткой даже. Вообще я, можно сказать, антиперфекционистка. А тут вот мне как бы важен каждый крестик, как он выглядит. Чтобы они были ровненькие, все крестички. Ну, вот чтобы мне сама работа, сам процесс доставлял удовольствие. Иначе я раздражалась, потому что мне приходилось перешивать. Работа выглядела неаккуратно. И я решила, что пока мне не придет мой станок, буду вот я вышивать такие вот маленькие картинки. В данный момент я тоже отложила все большие работы и вышиваю маленькую картинку. Думаю, что скоро уже ее завершу и покажу вам. Вот. Ну, я думаю, что это все. Встретимся в других видео. Всем спасибо за то, что подписываетесь на мой канал. Оставляйте комментарии. Мне это очень важно. Это меня подстегивает. Как-то вдохновляет. Все. Всем счастливо. До новых встреч.